Министр обороны Польши Мариуш Блащак 9 сентября 2022 года сообщил о решении приобрести в США H96 ударных вертолетов AH-64 Apache, которые в будущем будут работать в одном ударном кулаке с танками М1А2 СЕП-3 Abrams из состава 18 механизированной дивизии. Решение приобрести Apache – один из шагов Варшавы, цель которого – создать возможно мощнейшие вооруженные силы в Европе. Поэтому логично, что авторы польского портала Defense 24 решили развернуть и рассказать обо всех деталях намерения поляков пересесть с советских Ми-24 на американские Apache. Аналитики издания начинают свое изложение еще со времен Варшавского договора, когда Польша в 80-х годах вроде бы и стремилась иметь хорошо вооруженную армию, но не имела на это достаточно денег. Тогда поляки смогли приобрести для своих вооруженных сил лишь 32 ударных вертолета типов Ми-24Д и Ми-24В для двух эскадрильей армейской авиации. Поэтому, чтобы компенсировать дефицит огневой мощи для воздушной поддержки своих войск, полякам пришлось довооружать легкие Ми-2 и средние транспортные Ми-8 и Ми-17. После развала Варшавского договора и соцлагерей на фоне экономических проблем Польша пришлось искать палеотивные решения. Поэтому так и возник вариант переоборудовать 8 винтокрылов В-3 «Сокол» в ударную версию В-3П «Эл-Клушец». А впоследствии, приобрести в Германии партию ударных Ми-24Д, которые остались как наследство от ГДР. Именно для замены такого разношерстного парка, который не способен применять управляемые ракеты, в 2016 году Польша решила запустить программу «Круг» по закупке 32 ударных вертолетов. Уже в 2017 году возникла опция, что возможно Польша в рамках программы «Круг» лучше купить не 32, а сразу 96 вертолетов, для укомплектования шести вместо двух эскадрилей. Но оказалось, что все это время, с 2017 по 2022 годы, Варшава определялась, какое именно количество ударных вертолетов будет соответствовать критериям оборонной достаточности. Вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года показало полякам, что нужно брать именно 96 вертолетов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак уже заявлял публично, что для обслуживания будущих апачей польской армии планируется привлечь государственный оборонный концерн польска группа Сбройнева. И также, что пока американская оборонная промышленность будет производить все 96 единиц AH-64E, армия Польши хочет взять соответствующее количество апачей в лизингу армии США, но пожалуй самое интересное в этой истории. Мариуш Блащак говорит, что все эти опции он проговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином на полях встречи в формате «Рамштайн». Возможно, этот пример Польши будет полезен Украине в плане пересадки армейской авиации ВСУ на новейшие машины западного производства. Спасибо за просмотр. Слава Украине!